всем огромный привет сегодня я хочу с вами обсудить очень очень важную тему а именно то почему не нужно быть слишком хорошей удобной девочкой эта тема регулярно у меня фигурирует на канале что-то давненько ее не было опа опа и вы знаете я начала чувствовать дефицит то что я забываю об этой мысли и начинаю скатываться обратно вот в этот синдром всем угодить со временем начинаешь замечать что на голове у тебя образуются слава бога не рога но чьи-то жопки которые очень удобно на тебе сидят свесив ножки и побалтывая ими во всех возможных направлений так самый 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 часто встречающийся у меня признак синдрома это когда человек нарушает твои границы да он заходит на зону твоих интересов дабы продвинуть свои и тебе неудобно об этом сказать то есть как бы ему вообще по барабану что очевидно он твои интересы ущемляет но тебе блин неловко его снять типа пардонте я не планировал вас возить промолчала да когда это все заварушка начиналась и параллельно тебе говорю ой какая умница и далеко ты меня вывезешь и вроде как бы уже не разочаруешь до человека это синдром наблюдаю регулярно особенно у скромняжек но понимаете какой-то абсурд то есть человеку абсолютно нормально влезать на вашу территорию он это знает он это делает абсолютно осознанно а вам себя снять его неудобно то есть не то что залезть на его территорию а просто выровнять баланс восстановить справедливость он привык вы привыкли чё теперь вот голос подавать очень очень часто так получается что когда ты пытаешься всем угодить тебе кажется что это залог хорошего отношения к себе да что вроде вы как бы уже такие друг дружке улыбаетесь уже все у вас так мило и хорошо и ты боишься что если ты чуть-чуть человека подвинешь он тебе устроит не знаю разгром и дружбе конец или общение уже будет не таким сладеньким но правда в том что как правило как раз таки круче всего считаются именно считаться не просто используют знаете вот с таким вот паразитическим отношением типа ты моя свинка вот покушай кашки мне же надо будет тебя прирезать и жить следующий год на что-то но чтоб тупо вас использовать а вот нормальное такое человеческое отношение потому что очень круто на тебе ездить да а просто потому что он понимает да у тебя есть свои потребности ты имеешь на них право вот как раз таки считаться с теми кто вовремя может сказать стоп кто говорит так вот эта линия пожалуйста за нее не заходите кто спокойно может ответить не понимаете получается замкнутый круг что как чем ты больше пытаешься угодить да вот распластаться для того чтобы сохранить эти типа хорошие отношения тем больше тебя влезают на голову если ты до четко не скажешь так вот за эту линию не заходить видите красная ленточка так вот у вас нет ножниц чтобы ее перерезать то никто этим не заморачиваться у меня есть такое знаете что я интуитивно всегда мне кажется что вот если я к там кому-то хорошо отношусь я ожидаю такого же в ответ и для меня это ну как бы по умолчанию да что да мы как бы вслух это не произносим у нас нет такого что дашь на дашь но если в я вот к вам вот так вот здрасте позвольте пройдите присядьте то я понимаю что человек понимает что как бы в случае чего он будет относиться ко мне точно так же вот блин это не работает все не надо думать что кто-то будет догадываться и отдавать вам должных ренушки там чем больше вы пытаетесь исправить ситуацию на уж что-то как-то я же чувствую что не до конца не до конца я человеку вот понравилось не до конца к себе расположила надо еще больше прогнуться о сюда залезть и я вас повезу еще дальше блин а к тебе все хуже и хуже относится потому что ну как лошади ослику да ну навьючили его но максимум вот палкой под зад это все чего вы достойны это неблагородные вот эти вот скакуны которых только расчесывают и кормят отборным кормом знаете вот со слами вьючными обращаются одинаково фух блин цвета лена бомбанула на самом деле у меня за короткий период прям много ситуации случилось и только таким способом да я понимаю что это пендаль судьбы можно сказать судьбоносный какой-то и начинаем обращать внимание на эту ситуацию когда она так поскольку поскольку ты привыкаешь и кажется она там что-то ты сама не догнала что-то вот не придумала не продумала а потом когда тебя оп или а букет пыльным мешком по голове ты такой и начинаешь уникать из детали так вот что еще я ненавижу ненавижу блин и это просто бить вот у меня за тоже последнее время три таких случаев было когда например да ты общаешься там с кем-то на-на-на-на смесишься телеграммишься ватсапишься и у вас все ну то есть человек себе задает допустим очень откровенные вопросы то есть он тебя выводит на откровенность на там какую-то информационную поддержку его любимого на то чтобы вам обменяться секретиками какими-то да по его инициативе и ты такой весь о ну хорошо раз человеку надо я вот расскажу что-то такое супер откровенно себе и мой так глядишь поможет да ему это как бы вроде как помогает он тебе весь такой благодарный но проходит чуть-чуть времени ты вдруг нуждаешься в его ответной откровенности или там в какой-то поддержке короче задаешь ему там например какой-то вопросик пишешь сообщение у тебя игнорит просто блин просто не ответив я не знаю даже дежурной фразочки какой-то и все бы ничего внутри три случай причем вам во всех трех случаях да было такое у меня то что в свое время на человек но у него там была какая-то необходимость со мной поговорить и я всегда чуть ли не вот так вот все бросила бегу просто вот и теперь как бы не нужен свободен гуляй вот но я не знаю там взяла все что мне надо было тебя но сейчас то вот список моего расписания не входишь если у вас была такая ситуация то обязательно ставьте пальчик вверх и я думаю что она типично может распространиться на кучу других сфер жизни знаете пыталась изучить давно вот этот вопрос почему ты блин стремишься угодить и боишься не оправдать чьи-то желания причем даже если этот человек вообще как бы левой ногой к тебе относится ты без него прожил 45 лет еще 45 проживешь но нет вот он появился там знаете тень такая и тоже все кидаешься ой как бы ж так раскорячиться чтобы всем было хорошо а по сути если человек опять уйдет в туман ты этого даже не замечусь но есть какой-то вот подспутный страх знаете разочаровать не удовлетворить чьи-то там ожидания и ты понимаешь что постоянно забиваешь блин на свою жизнь на свое желание на то что нужно тебе чтоб вечно пытаться сделать там довольных счастливых окружающих а я не уверена что это относится ко мне но на самом деле очень очень часто вот это есть вариант такой манипуляции чтобы расположить человека к себе привязать его и потом как бы требовать ответного добра даже когда человек не просит на что вот там помогите спасите еще что-то вы ему вот хотите отдать прям авансом столько всего вот прям добра такого чтобы он не встал с колен чтобы он прям почувствовал всю силу ваши добродетели не дай бог не дай бог он не решит вам отплатить тем же что начинается это слава богу не моя история я надеюсь но там как знать но в общем часто вот такие жертвователи да гипер жертвователи они потом тебя загнобят за свое добришко будут охать и ахать на каждом шагу как им тяжело досталось как они для тебя свою жизнь попаганили хотя ты не просил как они ради тебя раскорячивались а ты теперь неблагодарное лицо не можешь ответить тем же и постоянно будут ныть и капать и капать и они не предупреждали что потом будут себя кожу заживо сдирать чтобы типа возместить долго я поняла что это отвратительный способ и как мне ужасно не хочется скатиться в такую историю и быть по обеим сторонам этой баррикады что здесь очень важно понять что зачастую такие люди они очень очень боятся откровенно говорить о своих желаниях потому что они не привыкли например там в детстве их желание ничего не значили на них никто не обращал внимание там до родители например с ними не считались и они думают они усвоили эту модель что единственный способ чего-то добиться до чего-то внимание там еще что это типа его заслужить на как бы отдать себя все вот из позиции жертвы а потом вот ныть как многое сделала и вот таким манипулятивным на самом деле действием потому что человек 2 не подвязывался выводит честно не предупредили так я тебе даю это ожидаю тебя это он не подписал этот договор вы его односторонне заключили да потом как право окачаете и чувствуете себя несчастным от того что вот кто-то это не разделяет но по сути это неправильно потому что договора не было вы сами там в голове что прокрутили да и теперь вот ходите страдаете такой чтобы этого не было очень очень важно говорить открыто о своих желаниях и я это начинаю понимать что очень часто я ставлю чужие желания выше своих да это не во всех сферах там происходит но вот если глубоко копнуть да и быть очень честной то частенько я это прокручива в окружении тех перед кем мне вот не хочется показаться какой-то плохой девочка знаете вот эгоисткой там что-то вот нарушить наше такое зыбкое хорошие отношения то есть как бы с родными и гораздо проще себя веду потому что они мне знают как облупленного все такое но как только это вот нечто такое гораздо более хрупко когда я понимаю что в любой момент человек может там типа во мне разочароваться хлопнуть дверью идти я начинаю там держать вот эти поводья угождение ему и полностью на себя забиваю только ради того чтоб типа мной кто-то был доволен а это отвратительно потому что смотрим пункт 1 начало рассказа ни к чему хорошему не приводит потому что человек смотрит и забиваешь на свои желания значит никто с ними считаться не будет я себе ну ладно не обещаю я очень-очень постараюсь открыто говорить о своих желаниях если мне что-то неудобно не думать что если я это озвучу мир рухнет от меня отвернуться нет если вдруг даже какая-то связь нарушится ничего в этой жизни глобально не поменяется вообще то есть тебе только кажется что вот вроде как неплохое отношение не хочется его потерять на самом деле отношения когда на вас едут а вы весь обвешены там тюками да и вас еще пяткой подгонят под задницу это вообще не то за что нужно держаться я просто смотрю вокруг больше всего вот лебезят и заглядывают глазки перед людьми которые знаете но они вот по-хорошему так вот эгоистично они ставят себя ну не выше других да на свои интересы для себя самих на первое место это все чувствуют и с ними блин считаются а когда ты вот это на задних лапках ну вот что максимум тебе там лишний мешок на плечи вешу типа ну визира спроси дальше да что я тоже заметила по себе то что у меня есть какой-то под спутный страх что вот и вдруг я там кому-то не понравлюсь вот наружу вот мне хочется знаете что все было вот так вот идеальненько вокруг меня вот эти все связи чтоб меня все считали хорошей девочкой если я чувствую угрозу тому что это может нарушиться у меня какое-то внутреннее беспокойство я думаю так надо на этом фронте как-то особенно расстараться чтобы задобрить кого-то но правда в том что нравится всем невозможно всегда будет процент людей которые но по разным причинам к вам не благоговеют благодатью и вы их раздражаете просто вы мне нравитесь вы мне близки их не за вас короче что-то там отталкивается это нормально невозможно нравится всем невозможно все контролировать и от вас не зависит тот факт что вы будете со всеми в классных отношениях и все от вас в бурном восторге так никогда не будет и если вы принимаете вот эту гипотетическую модель за модель вашего мира и стремитесь к нему того как белка в колесе просто будете просирать свои желания годы жизни на то чтобы там всем угодить забивать на то что нужно вам вот вы бежите бежите она недостижима поэтому смысла нет и гораздо круче направить свои ресурсы на то что вы реально можете изменить вы можете найти других людей которые с которыми вы будете не знаю петь как по нотам да в сливаться в едином порыве еще такая забавная вещь которую я тоже недавно прям очень классно прочувствовала это то что в то время когда ты там пытаешься знаете кому-то угодить и обращаешь внимание как тебе кто относится вот вот что-то там вот секунда не было прямого взгляда вот почувствовала что между нами возникла волна непонимания или там вот что какие-то флюиды отторжения пробежали думаешь ой как неудобно но тебе как маленькие ботинки все сжимает мешает и вот хочется это изменить фундаментально и ты всю дорогу размышляешь чтоб такого человека для человека сделать как же его задобрить да по барабану а он в это время знаете решает свои конкретные задачи ставит цели идет к ним и вообще не париться как кто к нему относится блин и вовсе уважают да просто потому что видят о какой прогрессивный чувак он да открыто там идет к тому чего хочет подходит и берет это они думают ой а может дадут ой а вдруг на меня обратят внимание вот просто с не зайдут до меня и вот эти вот тихие подвякивания можно мне ну ладно я же недостойно да и на тебя так и смотрят не смотреть кто там в это время чихнул кто как ну кто плюнул по смарканулся в вашу сторону кто вас что подумал ой а этим вы не понравились у вас здесь вот вы возможно как-то эгоистично после или еще что-то я категорически не выступаю за то чтобы там за счет кого-то за решать свои вопросы но не думать о том как прогнуться под окружающих до чтобы вдруг они начали к вам относиться вместо того чтобы заняться действительно важным делом которая кроме вас никто не сделает ваши цели ваши потребности ваши желания то как вы видите эту жизнь это кроме вас никому не надо если вы сами не будете этим заниматься до всем плевать все заняты собой любимыми фух я буду это видео пересматривать тысячу один раз сто процентов значит это желание делать все перфектно идеально супер круто на отличненько вот у меня на канале да я понимаю регулярно эта модель пытается на меня налезть на не смейтесь но это так это что иногда я чувствую что если у меня есть хоть малейшее сомнение по теме видео я себе представляю как его там будут обсуждать как раз критикуют то что я вот там решилась на это что стопудово но кому-то не понравится у меня есть маленькое такое желание отказаться от этой идеи до чтобы не встречать вот это сопротивление правда в том что лучше сделать не идеально сейчас чем не сделать идеально никогда ничего идеального в этой жизни быть не может всегда будет недовольным всегда будете кому это что-то не надо не интересно нет ничего страшного в том что кто-то разочаруется абсолютно главное что не разочаруетесь вы в том что вам захотелось и вы попробовать вот такое вот было мое видео я не знаю близки ли вам мои размышления проблемы мы заключение если так его когда-либо сталкивались вот с этим синдромом хорошей девочки то обязательно ставьте пальчик вверх и оставляйте комментарии напишите свою историю болезни и просветления так что всех целую и всем пока